Напомню, уголовное дело в отношении двух предпринимателей было возбуждено весной прошлого года по результатам прокурорской проверки. По версии следствия, в прошлом году семь владимирских коммерческих организаций приобрели у Костромских фирм 97 аппаратов ИВЛ фазы 5НР. В качестве спонсорской помощи их передали в медучреждения региона для лечения больных коронавирусом. Проверка областной прокуратуры показала, аппараты были не зарегистрированы в установленном законном порядке. Аппараты на тот момент не имели никаких сопроводительных документов. Срок их хранения на момент приобретения коммерческими организациями истек более 15 лет назад. И никакого гарантийного обслуживания на предмет пригонности они не проходили. Также выходные и заданные параметры вентиляции аппаратов не соответствовали требованиям, а для их работы требовался анестетик в Таратан, который не используется уже 15 лет. По результатам проверки аппараты изъяли. Таким образом, директоры и коммерческий директор двух фирм намеренно ввели в заблуждение владимирских коммерсантов и причинили им ущерб на сумму более 10,5 миллионов рублей. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, свое вину они не признают. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлено в Ленинский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу. Продолжение следует...